Привет! Как дела? Сегодня я продолжаю свой рассказ о моем первом путешествии в Англию в конце июня-начале июля 2005 года. И в этот раз я расскажу, как мы путешествовали с братом по Лондону на следующий день после случившегося теракта. Вспомнить все мне помогает вот этот вот журнал, где я вела свои заметки о моем первом путешествии в Великобританию. Итак, 8 июля, после того, как в Лондоне был совершен теракт, о котором я вам рассказывала в предыдущем ролике, если кто не помнит, смотрите в этом видео, я решила поехать в район Хаммерсмит за покупками. Напомню, брат жил тогда в Актон Таун, он посадил меня на автобус 266, который ехал прямо до Хаммерсмит Басс Тейшн. Впоследствии с этой станции я часто уезжала как в свой второй университет, так и возила детей, за которыми я ухаживала в качестве няни, до их школы. То есть с этой станции впоследствии было связано много событий в моей жизни в Лондоне. И так как Стас сказал, что в этом районе Хаммерсмит есть дешевый магазин Primark, я и решила направиться туда. И вот брат, посадив меня на автобус, как бы сказал, где мне выходить, и попрощался со мной и сказал, типа, счастливого пути. Я помню, было такое ощущение, но это на следующий день после теракта, и мы смотрели друг на друга, и он на меня, и я на него, и как будто бы прощались, как в последний раз в жизни. Ну, никто ж не знал, будет на следующий день такие же теракты или нет. Взорвали три станции метро и один автобус. Просто разорвало в клочья, и метро все еще было закрыто на следующий день, а автобусы уже начали ездить. И я не знала, вдруг в этом же автобусе тоже была заложена бомба. В общем, мы так через окно смотрим друг на друга, я сижу, брат стоит, и так автобус двинулся, я ему помахала. Он тоже так, типа, пока-пока, и как бы все, попрощались навсегда. Но я выжила. В общем, походила я, погуляла по этому примарку. Что это за магазин, я вам уже показывала, когда летала последний раз в Лондон в 2020 году. Если кто хочет посмотреть, смотрите в этом видео. Купила себе на 1000 рублей шорт и топик, и вечернее платье. После чего села на автобус и поехала в Саус-Кенсингтон. Об этом районе, где находятся три музея, я уже рассказывала. Если хотите, смотрите в этом ролике. То есть я решила наверстать упущенное и сходить в музей естественной природы, который мы тогда не успели посмотреть. Но он был закрыт. Ну, видимо, в связи с терактами массовые такие культурные заведения были закрыты. Люди отходили от шока, и в места скопления людей не пускали. Я сходила еще раз в музей Виктории и Альберта. Он почему-то был открыт. На входе уже у меня проверили сумки для безопасности. В музее я нашла отреставрированный сад из лимонных деревьев, который недавно еще был закрыт. То есть, когда мы ходили первый раз в этот музей, там все было закрыто. А вот во второй раз мне удалось уже попасть в этот сад. И мне очень понравились такие бирюзовые стеклянные кубы, куда были посажены лимонные деревья, и на деревьях реально росли лимоны. Там же в музее есть кафешка, и я решила купить себе какую-то печенюшку с кофе или чаем. И посидела спокойно, отобедала там. Потом пошла гулять в гайд-парк. Там бегала куча белок. Я выпрашивала у людей чего-нибудь поесть. Я дала одной белке маленькую конфетку-леденец. Она пыталась ее погрызть, а потом отвернулась от меня и закопала конфетку куда-то на черный день. Обратно я возвращалась на автобусах через Хаммерсмит, так как метро все еще не работало. 9 июля мы со Стасом решили поехать в Гринвич. Я на метро, а он на велосипеде. То есть метро уже через день начало курсировать по городу. И брат объяснил мне, как ехать до Гринвича на метро. Там надо было перейти на Докландс Рейлвей. То есть это надземка уже, которая идет до станции Гринвич. Точнее англичане эту станцию произносят как Гриннич. То есть В не проговаривается. Помню, как я ехала по этой надземной дороге, и передо мной вставали такие стеклянные зеленые небоскребы. Я была просто в восторге, потому что я люблю хай-тек, я люблю небоскребы. И я попала именно в тот Лондон, который я ожидала увидеть. То есть вот он где был, тот город небоскребов, который представлялся в моем сознании до того, как я попала в эту большую деревню, так скажем. Потому что в Лондоне оказались основные дома, это трех-четырехэтажные дома. И этот район, который назывался Кеннери Ворф, впоследствии стал моим любимым районом, куда я часто ездила на различные выставки. И также посещала некоторые из этих небоскребов на Open House London. То есть на день открытых дверей, когда большинство зданий Лондона открывают свои двери для простой публики. Об этом фестивале я уже рассказывала, он проходит ежегодно в сентябре. Если кто хочет, смотрите в этом видео. Доехали мы с братом до музея морской истории. Стас купил билеты в National Maritime Museum, то есть в морской музей. И мы ходили, изучали и рассматривали различные экспонаты. Помню, было много всяких кораблей и интересных экспонатов, связанных с историей британского морского флота. Но так как на тот момент в цифровых фотоаппаратах была возможность сделать только несколько кадров, мы немного наснимали в Гринвиче. И вот все, что было снято в морском музее, я показываю вам. Нам дали бесплатные билеты в обсерваторию. И прежде чем туда пойти, мы решили покушать. Стас купил курочку в супермаркете. Мы сели на берегу Темзы, покушали. Руки у нас были оранжевыми и жирными. Ну, видимо, курочка попалась со специями. Пришлось идти в университет отмываться. В этом университете учился мой брат, и он по старой памяти провел меня туда, вовнутрь, в туалет, где мы помыли руки, умылись и пошли гулять дальше. Мы стали подниматься в гору к нулевому Меридиану и к обсерватории, где хранилось время. Куча различных часов. Посидели немного, полюбовались со склона восточным Лондоном, где будет проходить Олимпиада 2012 года. Мне очень понравилось здание под названием «Миллениум». Это концертный зал, который находится в восточном Лондоне, и на данный момент он называется «О-2». А тогда он получил название в связи с «Миллениумом» двухтысячелетием. Мы погуляли по Гринвичу, прошлись по его парку. Пофотографировались на фоне нулевого Меридиана. Стас одной ногой встал на западную сторону, а другой на восточную сторону полушария. И вот так вот я его запечатлела. Мы посмотрели знаменитый корабль «Катя Сак» и направились домой. Я поехала на метро, Стас на велосипеде. Сегодня прилетела Вика. Это моя коллега из Дома народного творчества. У неё в Лондоне жили друзья, и она прилетела в те же даты навестить этих друзей и погулять по Лондону. И мы на следующий день договорились пойти погулять с ней вместе. О том, как мы проводили время с Викой, я расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. И прощаюсь с вами. До скорых встреч!